Наша чудесная платье получилась. Теперь попрокручивайся, попроворачивайся. То есть мы даже решили, что мы, наверное, даже и без пояска сейчас сможем. То есть мы за месяц очень хорошо выросли в животике. Наша линия, которая оказалась почти на талии, уже почти под грудью. Я думаю, что через месяц еще выше она станет. И точно будет под грудью наша нужная линия. То есть у нас наш вот этот вот поясочек нам сейчас даже не очень-то и нужен. Ну, молодец, красиво очень. В общем, желаем тебе всего самого лучшего, в общем, легких родов и всего остального. В общем, дойти вам, дорасти там спокойненько, вот, и хорошо, благополучно выйти там. На счастье всем, и нам в том числе. Так, вот у нас такое вот платьице красивенькое. Сейчас мы покажем, как оно выглядит. Только ты его вот так вот возьми. Вот наша платьица, но только немножечко мы его изменим. Да, лифт фактически мы сделаем такой, только у нас не будет точной рубашечный рукав. А мы сделаем заниженное плечико. И сейчас верхнюю вот эту черную ткань, только у нас это такой какой-то фиолетовый цвет ткани, трикотажа. Мы оденем, отработаем, а только потом вот этот прямоугольник вниз будем вставлять. То есть мы немножко его изменим, но похожее на это платье будет. Вот мы с тобой чуть-чуть его зарисовывали, что вот я тебе предлагала. Оно у нас выглядит с тобой вот так, да. Но мы тут совершенно его, вот мы смотрим вверх. Вот этот верх, примерно на заниженное плечико такое вот будет. А здесь трапеция, но мы здесь по-другому будем делать, потому что нижняя часть у нас нашего платья это геометрия, которую мы с тобой посыпали. Вот, он у нас будет вот такое, да. Вот геометрия такая красивая. Поэтому мы сначала отрабатываем вот эту вот выкройку. Вот эту вот, да, потом создаем вот такое платьице. Поэтому верхняя часть у нас будет такая вот фиолетовая, да, а эта нижняя часть такая геометрия красивая. А дальше мы там посмотрим, можем будем делать какие-то такие пояски, бантички, там что-то придумаем. Ты ему сначала вверх, и поскольку у нас сейчас нет отработанной водолазочной выкройки на сегодняшний твой размер, поэтому мы делаем, прощаем себе жизнь, делаем заниженное плечико, а потом я на тебе меряю вот эту вот, грубо говоря, рубашку пока будет на первую примерку. И нужное приталивание делаем, облегание по боковым. Либо у нас будут четкое облегание под грудью, либо мы сделаем там защипчики, ну все покажем. Как мы это решим? Только возьми чуть побольше размер. Смотри, мы с тобой сложили лицом к лицу ткань. Теперь берем нашу выпройку. Смотри, я ввела нашу выпройку водолазки, примерила у тебя объем груди, объем бедер, тире объем живота, да, объем талии, и обхват плеча. Обязательно в порядке. И увеличила, приподняла на сантиметр плечо в конце плеча, да, с точку, допустим, А1, и соединила с этой поднятой линией на сантиметр, и провела ее сюда. От конца плеча, ну, в конечной точке плеча, отложила сюда 15 сантиметров, под прямым углом вывела сюда эту линию, чтобы вот эта часть была не меньше, чем обхват плеча, деленная на 2. То есть у нас тут сейчас 17 сантиметров, это в итоге 34, допустим, обхват плеча, это прибавка где-то 3 сантиметра. Потом я измерила грудь, да, у нас вот здесь с тобой мы вычислили, мы сделали не 27, а 28 сантиметров, и до низа провели, потому что у нас объем бедер тоже 28 сантиметров. Но она у нас прямая не нужна, но мы сейчас ее где-то там тебе обрежем, мы сейчас отрабатываем выкройку. Но я думаю, что даже в том числе, если у нас не увеличатся бедра, ну, чуть-чуть может увеличиться бедра, то иногда беременешки так делают, а в облегание, знаешь, по задней полнойке в облегание, а здесь такое пузико облегающее, трикотажиком спереди, тоже очень миленько довольно-таки смотрится, можно, как бы, вот, покажи, вот на мне вот здесь вот, вот так защипуленки вот такие сделать, это прекрасно смотрится вообще, ну, короче, мы что-нибудь так потом... В общем, это выкройки, на самом деле здесь очень много выкройек, уже изначально заложено. Но, что мы делаем? Мы сначала с тобой вот так положили, это у нас гид, да, передней, передней тире задней половинки. Мы будем сострачивать вот вот этих точек, а один плечевые, и найдем твою собственную или лодочку, или прогибистую линию, вот такую вот, ну, как расширенная горловинка. Вот, и мы с тобой сразу же будем две детали кроить. А на тебе я уже все моменты буду, в будущем там уже на примерке наводить. Что нам нужно сделать? Нам нужно выкройку эту положить подолевой. Что мы делаем? Здесь мы давай с тобой дадим 0,7 припуска, да, например. И вот так от стола начинаем измерять. Вот смотри, вот ровно вот у меня тут на 33 сантиметра стоит наша выкройка, да. Я вот пунктирчик вот такой вот ставлю, да. 33. Значит, и вот здесь внизу у меня выкройка тоже должна стоять. Ну, чуть-чуть она мне не стоит. На 33 сейчас я ее поставлю. Вот. О, все здесь. Вот теперь долевая у нас здесь четкая. Нет нарушений, теперь мы можем спокойно это все дело наводить. Это у нас сгиб, да. Здесь вот так. Здесь косик такой. У нас припуски везде будут по 0,7, да. Ну, вот только здесь я тебе рекомендую сантиметровый делать. Так, вот эта точка, видишь, где заканчивается у нас плечо. Это куда мы сейчас с тобой будем сострачивать на верлоке. И здесь я тебе вот наметила, я занизила плечо на 3 сантиметра, да. И мы вот так вот эту точечку ставим. Здесь мы тоже плечо сейчас прострочим на, ну, вот на вот это расстояние, да. Вот. Это, чтобы нам легче было сейчас отзеркаливать. Все это остальное я на тебе прям заложу. Мы с тобой узнаем, какой у нас там прогиб горловины. Можете сказать, ой, что-то мне так красиво там с лодочкой. Но я думаю, что вряд ли, потому что ты же хочешь ближе к лету носить, например, по вечерам, когда прохладненько. Вот она у нас отведена. И теперь мы его так же самое зеркалим. Вот, да. Вот, подставляем четко вот к сгибам переда. Да, вот так вот. Зажимаем чем кисть и обводим. Видишь, вот эта точка мне важна, вот эта вот точка нашего плеча, которую мы будем дострачивать. Мы сразу же вот так и наколем, и сразу же пойдем с тобой сострачивать на верлоке. Все. А здесь на 0,7. Сейчас я посмотрю. Вот тут у тебя 0,7 припуск. А здесь вот так плавно увеличено сантиметры. И все это от зеркалим. А здесь под линейку 0,7. А здесь мне не важно. Мы там дострочим. Ну вот просто линию вот так проведешь, и все. Очень аккуратно вот мы это убираем. И наводи дальше все вот тут 7 мм, 7 мм, сантиметр их 0,7. И тут же после наведения мы с тобой будем накалывать, обметаем на верлоке, и тут же померяем. Хорошо? Общий вид, вот смотри, здесь 0,7 см, 0,7 см, 0,7 см. Вот так, а потом мы вырежем после того, когда только наколем. А перед тем, как более детально это вкалывать, давай их сейчас вот так зафиксируем, чтобы случайно мы ничего не перекосили. Знаешь, как случайно чего-то там не сделали, да? Такого нехорошего для нас. Вот так. Я параллельно низу сначала фиксирую, а потом будешь вот это вот все дальше накалывать. Хорошо? И вот тут я тебе вот так. Здесь то же самое, вот в эту сторону. Вот так, да? Оп. И на миллиметр. И вот так. Вот здесь мне не надо ничего. Здесь мне надо заколоть, чтобы мы могли вырезать. Все, накалываешь вот это расстояние и вот это расстояние. Ну, вот так. Верхнюю часть мы накалываем вот так. Оп. Да, чтобы все подготовить к оверлоку, чтобы мы раз с тобой и уже померили. Хорошо? Вот так, а это перпендикулярно шву всегда. Хорошо? И вот мы начинаем сострачивать наши плечевые. Вот от этой точки до вот этой точки, да? Вот так, ставим, поднимаем лапку. Внимательно смотрим за вот этим движением руки, чтобы мы тут ничего с тобой не перевернули, не перекрутили ниточки и все остальное. В притык ставим наш ножик. И обмотываем. Что это такое? За зуби. Какое ощущение, как будто что-то ему мешает. Уже все правильно? А, у тебя нитки не дар так. Да, я купила идеалов. Я думаю, что за странный звук? Это теперь уже нормально. А, это как-то нитки дар так. Ой, это идеаловские, это даже не идеаловские, это инкогнито нитки. Хотя на колобке было написано идеалов. Есть подделки идеала, есть подделки дар так. Это недельное видео есть на ютубе, как их различать. Тут вообще инкогнито, даже идеал не написано. Это подделка идеала. Это инкогнито. Поэтому вот эти новые машинки, они все начинают как-то себя вести как-то неадекватно. Это же вообще невозможно настроить натяжение нити не на дар таки. Даже на идеале очень часто сложно настроить. А на инкогнито так вообще, меняешь нитки, сразу машинка хорошо вметывает. Вообще без проблем все. Вот смотри, здесь до конца плеча доходим. И вот так вот делаем такое круговое движение. А вот сюда подпорим. Если тебе не будет получаться точно в точку приходить. Поэтому смотри, как мы делаем. Вот так берем. И одну ниточку, помнишь, вот так вот вытаскиваем. Из нижней. Из нижней. Горизонтальной. Да, и через верхней. Горизонтальной. Вот так. А все остальное, что-то как-то тут не срослось все случайным образом. Ну вот хоть кусок. Видишь, а в итоге я перешла. Тут пропуск он сделал. В самом конце единственный был пропуск. Ну ладно, я это буду учитывать. И мы потом перейдем. Я обязательно тебе скажу, как скорректировать. В данном случае я даже ставлю на всякий случай надсечки, которые мы будем узнать, что это конец. И то же самое начинаем с этой стороны. Здесь тоже очень сложно начать с этого места. Поэтому мы плавно заезжаем сбоку. А потом я так же само подпарываю, только очень аккуратно. Не острой иголкой, а тупой стороной иглы. Хорошо? Я просто думала, что быстрее у меня получится. И получилось. Это вот не характерный звук верлока от этих ниток. Механизмы не любят. Вот эта нитка, она сильно крученная, она сильно пушистая. В общем, ты поняла. Подходишь, убираешь в булавку и дальше. Сейчас плечевые, потом боковые. Да? От вот этих вот точек. Вот. От этой точки до низа. И одеваем, я на тебе все остальное закаливаю. До нашей точки. Здесь очень нитки такие, что не хотят вытягиваться сразу. Через каждый сантиметр, не больше. Берешь вот эти вот параллельные прямые строчки. Вот так мы их подтягиваем и вытаскиваем. Сюда вот эту вот. До вот этой линьки. Чтобы посмотреть, нам так устраивает, не устраивает. Еще что-нибудь на примерке. Вот эти вот пообрезай их. Сантиметров на 10 пооставляй. И то же самое посмотри вот с этим рукавом. Ну, то же самое вот с этим рукавом сделай. Пололи плечо. Да? Нажал? Угу. Заднюю половинку, переднюю половинку. Да? Намеченные были все линии. Теперь мы плавненько их сводим. Здесь прямые углы в обязательном порядке. Хотя бы 2-3 сантиметра. И плавно сводим эти линии. Начинаем где-то на сантиметрик вот это дело все вырезать. Сейчас тоже внесем все изменения в нашу выкройку. Здесь в обязательном порядке делаем отсечку. Теперь вносим изменения вот сюда. Так. Ну, вот как раз к этой точке даже дальше чуть-чуть мы сделаем с тобой нашу линию. Так, да? Вот мы приставили. Но тут же у нас был припуск 0,7. Да? Мы же должны как-то вот так поставить. Внутри. Здесь очень аккуратно. Правильно. Нужно тут припуск 0,7. Ну, вот я поднимаю наверх от этой линии на 0,7. И, в общем-то, мы пришли к той точке, которую я тебе изначально вот так прорисовывала. Прорисовывала, да? Только мы сейчас низ определим. А, нет, подожди, что-то я неправильно говорю. А, нет, все правильно. Мы тут срезали. А, еще на 0,7 обработается и будет наша линия. А здесь наша линия будет на 0,7 ниже. Правильно? Да? Тут же мы еще обработаем вот эту часть. А здесь линия на 0,7 ниже, нужная, подходящая нам. Да? Ну, можно вот так вывести. Вот так приложим. Можно вот такие вывести. Ну, хорошо ложится линия. Почему нет? То есть, это мы выклику сейчас отрабатываем, потом можем с тобой многократно это все. И из этой же точки. Вот у нас с тобой на 0,7. Да? Поднимаем вверх. Да? И вот тут. Это задняя половинка. Вот она. Тоже при прямом углу. Можем с тобой и вот так вот провести, вывести как бы эту линию. Вот сюда, мальчика. Она не плавненько, плавненько. А ты переверзай. Вот это у нас задняя половинка, а вот это перед. Да? Так, то, что касательно горловинки, мы все с тобой внесли изменения. Так, а теперь давай вот здесь. Это у нас уровень балансовый по переду и заду. А, тут я еще нацелочку маленькую поставила. По задней половинке. Это у нас перед. Еще раз давай посмотрим, где перед. Где глубже. Где точка П. Там, а это зад будет. Вот. И мы сейчас с тобой выведем вот эту линию. Ровно полежит. Мы можем с тобой так вот наклонить верхнюю часть. Но мы еще будем расти. Да? Точно вширь. Вот. Этого спинка... Нет, ничего не случится. Может быть, ты еще даже больше будешь изгибаться назад. Давай туда вот по нижней. А здесь давай я тебе пару сантиметров все-таки дадам. Мы сейчас померяемся, что мы уберем потом. Потому что... А вот это вот все остальное. Тут прямой угол должен быть и здесь. Прямой угол. А все остальное мы вот так вот. Вот эту и вот эту, грубо говоря, точку берем. Можем высчитать там разницу. Например, 15 и 10. Это 12 с половиной здесь. Да? Например. Или на глаз, если у нас тут есть возможность. Да? Вот так. Здесь вот так вот плавно, плавно, плавно сносим. Да? Теперь давай это вырежем. Потом унесем изменение в выкройку. Здесь прямой угол и там прямой угол. По переду и по заду. Это вместе уже с крипой. Я намечала тебе еще здесь вот эти вот, видишь, как складочки, которые мы все никак не могли... Ну, я не могла определиться, как это лучше сделать. Вот я измеряю по переднему сгибу, да? Вот от вот этой точки на 0,7. Вниз 31 сантиметр вместе с припуском. Перед, да? Вот от этой линии. Вниз 31, но с припуском. И убираем сразу припуск 0,7. Вот линия получилась по переду, да? Перед. А задняя половинка сейчас так же самое измеряем. Тоже. От 0,7. Вот тут 32. Да? 32 вместе с припуском. Только мы от этой же будем мерить, да? А здесь 32 вместе с припуском. Вот 32 и 0,7 вверх. Вот. Да? Баланс по переду и по заду, да? Получается, мы припуск вычитаем. Ну, да. Да. Да, вычитаем. Ну, тут у нас без припусков выкрито, поэтому... И... Можно было бы как-то определиться... Ага. Все тут спокойно можно будет сейчас... Посмотреть вот так вот. Солюварня наша сакская. Солюварня. Света, на минуту выйдешь? Вот так вот. Смотри. Можно я немножечко, секунду, взять? Одну секундочку. И вот так вот. Смотри. Мы смотрим, где наши были все, да? Линии. Вот сейчас ты дострочила до 17,5 см. А, ну вот так оно и есть. 17,5. Я просто от вот этой точки сейчас должна найти, где у нас уровень низа. 15,5 см. И вот здесь вот так вот 15,5 см. Да? Вот так вот. Вот. И к этой точке мы должны будем перец сводить вот так вот. Завершая чуть-чуть, да? Вот. И зад вот так вот сводить. Вот так. Хорошо? Да, это бок наш получается. Да? Вот. Все изменения внесены. Сейчас мы дальше будем, подожди, подкраивать с тобой нашу геометрию. Перед тем, как ее подкраивать, мы с тобой ее сейчас измерим. Да? Сколько у нас длина по переду и длина по заду? Сейчас я возьму с этим троллей. Вот так. 28 перед. Тут давай напишем. И это вместе, ну, 28 зад. То есть все тут идентично, да? Но это все в сгибе, да? И давай здесь тоже вот так вот перепроверим. Тоже 28. Все отлично. Вот. И достаем нашу геометрию. И сейчас будем продумывать. Ну, прямоугольник, в общем, мы будем подстраивать к нашей ткани, да? Это можешь сейчас расколоть. Только подожди. И давай перед тем, как расколоть, опять же, вот эти наши... Ага, я поставила насечку здесь. Насечку здесь. Да? А теперь раскалываю вот эти булавочки. Хорошо? Хорошо? Так, что мы делаем? Это задняя половинка. Мы сейчас примеряем. Я закалывала спереди и сзади. Нужны нам с тобой вот эти вот складочки. Здесь я вот так промеряла. У нас получается общее значение. Здесь... Ну, давай сейчас еще раз так примерю. Здесь 3,7. А здесь у нас с тобой 2,7. И получилась сумма 6,4. Можно здесь так и написать, что зад... Зад, да? 6,4 всего. Да? Нам нужно убрать. Ну, это умноженное на 2, да? Здесь же я в один слой промерила. Значит, это 6,4 умноженное на 2. Да? А теперь по переду. Я вот даже их вот так сложила. Я даже идеально на одном уровне тебе практически их даже наметила. Вот. А теперь перед. Да? Сейчас сразу же напишу перед. И здесь так же само. Вот так. Прижимаешь. Смотрим. 3,2. Потому что я могу не совсем относительно центра поровно это сделать. 3,2 и 2,7. 3,2 плюс 2,7. По переду 5,9 умноженное на 2. Да? Это, грубо говоря... Ну, давай вот без одного миллиметра 12 сантиметров. Здесь, да? А здесь 6,5 возьмем, да? Тут 13. Да? Вот. Они такие остальные. А потом мы сделали, прострочили наш прямоугольник. Ага, вот он. Это мы с этим определились, да? Прострочили мы, соединяя клеточки на нашем вот этом нижней ткани, которую мы хотели. Но где-то у нас совпало, а где-то не совпало. Вот это вот. Конечно, оно должно совпасть. Но здесь мы решили, в общем-то, не переделывать. Вот. Чтобы точно совпало, должна быть очень такая правильная наколка. Ну, мы, в общем-то, с тобой правильно накалывали. Оно могло изначально пойти сдвигание ткани, которое я не успела там посмотреть, когда ты обмётывала. Да? То есть, нужно было, ну, как мы с тобой вот так и накалывали. Одну полосочку за другую полосочку. Видишь, вот так. И вот так вот, чтобы они на одном уровне были. И желательно, вот начиная с первой, видишь, у тебя вот первая не совпала? Или это последняя? Ты вот тут шла. Это был твой верх. Сейчас я тебе покажу. Ну, где-то пошел сбой. В общем, практически, вот, у тебя сбой сразу пошел. Потому что у тебя было отрезано четко по полосочкам. Вот этот сбой надо было тебе приподнять. И вот эту булавку не вытаскивать до тех пор, пока ты до неё чуть ли там не иголками не стала. Тогда бы оно ничего не сбилось. Ну, мы решили, что мы оставляем. Так, значит, что мы делаем? У нас вот этого объёма больше, чем объём нашего лифа. Значит, вот эти складки мы будем вместе с этой тканью закладывать. А всё лишнее мы по переду дадим вот сюда вот. Вот с этой стороны. Или с этой стороны. Сейчас посмотрим. Скорее всего, что и тут, и тут по чуть-чуть мы дадим. Что так оно красиво, интересно закладывалось на животик. Вот. Значит, здесь у нас 28 умноженное на 4, там 112 мы считали. Это фактически объём наших бёдер. Мы не можем уменьшать вот эту вот ткань на 112. Нам нельзя так делать. Потому что, значит, совсем облегающее было. Нам бы хотелось бы не очень облегающее. Потому что мы ещё расти будем, всё остальное. Поэтому у нас тут момент был, что мы никак не могли понять, как же нам предпоставить эту ткань. Тут есть некий рисунок. Нам придётся опираться под вот эти прямые линии. То тогда нужно здесь брать и находить вот это, например, центр. И от этого центра сейчас и остальное всё позакалываю. Но спереди у нас будет больше складочек, чем сзади. Поэтому может немножко сбиться и вот эта линия в том числе. То есть тут уже заложенная геометрия, причём неравномерная геометрия. Вот. Но мы сейчас красиво это будем подставлять, чтобы вот эти белые линии, они у нас были на животике и посередине. Вот тут вот. Ну, грубо говоря, как будто бы по центру груди. А всё остальное, как уже выложится. Мы тоже сзади будем стараться, чтобы... Вот. Видишь? А сзади автоматом получается, что вот это вот будет по заду, по центру. Вот это вот фалда. А всё остальное мы уже будем как-то с тобой распределять. У нас один шов, но мы его поставим сбоку, а не сзади. Потому что если мы его ставим вот так, у нас тут вообще тоже всё сбивается. У нас белая полоса не по центру. А мы бы хотели всю эту ширину себе отдать на юбку. Для комфорта, для удовольствия, ношения. Потому что можно было бы там даже метр тридцать делать, но всё равно. Ну, мы сейчас посмотрим. Что-то не понравится, мы можем сюда ушить, перешить, переделать. Тем более, что мы всё будем делать на верлоке. Значит, смотри. Вот у нас центр. Пока мы берём зад. А потому что... Сейчас будем смотреть, как у нас будет она выкладываться. Нам нужно подстаиваться под нашу белую полосу. Сзади она у нас идёт по центру. Потому что мы ещё перенеслили. Ну, может быть, она сейчас ещё и поменяется. Сейчас посмотрим. Боковой у нас по-любому не будет совпадать. Сейчас посмотрим ещё, какие там смещения будут. И вот здесь давай всё-таки я попробую, чтобы и белая полоса у нас тоже была... Сейчас как будто бы как по надсечкам. Потому что здесь мы будем обе ткани брать и складывать под нашу выточку. И здесь, смотри, вот у нас тут 20... Ну, здесь вот от центра где-то 22,3. А здесь что-то 22 уже. Равно. А здесь, наверное, просто чуть растянулось. Вот так вот. В общем, должно было быть ровно 22. Давай тогда и здесь наметим сразу, куда вот эти белые части будут приходить. Вот так вот 22. И это концовка вот этого вот белого. Здесь мы можем даже сразу поставить вот такую вот надсечку. Да? И здесь от центра зада в другую сторону. 22. Как бы ничего не предвещало таких вот моментов, да? Как бы только берёте геометрию, вы попадаете на увеличение время пошива тут же. Потому что её приходится, хотите вы не хотите, её приходится, ну, совмещать. Вот. А теперь мы берём вот этот вот кусок, сейчас наколем. Я тогда сейчас увижу, чего будет происходить, да? Сейчас пока заднюю часть, посмотрим, что у нас будет с передней частью. Повезёт нам или не повезёт? Вот. И здесь, да? Вот эта надсечка вот сюда. Ну, хоть как-то, чтобы, ну, как это было у нас, все размерно. То между ними чуть-чуть попозже посмотрим, будет ли это действительно так. Потому что сзади у нас дополнительных складок не будет. Только одна складка, ну, вернее, две складки, вместе две мы возьмём вот так согнём. А теперь попереду мы сейчас дальше посмотрим. Вот смотри, вот я взяла, да, заднюю половинку, смотри, я вот так поправлюсь. Видишь, у нас центр ровно между двумя белыми полосками. Как мы и хотели. Так что хорошо, что мы просто взяли, шили по боку ткань, вот эту нижнюю. И всё, мы нашли. Значит, теперь нам здесь нужно определить чётко, где наш центр здесь. Можно по этим точкам или по тем статусам, какой тебе заблагорассудится. Вот, 18,5 – это 9,3. Ну, в итоге придётся ставить ровно посередине вот этой вот, да, клеточки. Мы не можем её там как-то сдвигать, потому что нам либо в начале клетки, либо в конце, либо посередине. Ну, что же это за дела? И оно же должно быть, ну, ещё слегка, если что, можно скорректировать эту припосадку. Вот, и теперь у нас ещё следующая задача у нас с тобой стоит. Такая, что нам нужно подумать, как мы должны будем сейчас сдвигать. Вот это вот всё лишнее нам нужно сюда сейчас спрятать. И складка у нас должна быть передняя, вот мы даже тут с тобой снимали, показывали, по 10 сантиметров уже в заложенном виде одна складка. А по двум сторонам ещё две складочки. Ага, значит, складка у нас 10 сантиметров и 12 всего. Значит, по 6 сантиметров у нас она должна быть, да. Что мы решили? Мы докололи вот это всё до бокового и пришли ровно к центру. И увидели, что у нас тут аж 16 сантиметров лишней ткани было, потому что вторая вот эта выточка, она у нас должна быть двойная, да, с лифом вот этим. А это лишнее мы всё-таки путём там экспериментального закладывания поняли, что вот здесь у нас 4, 4, 4, 4, да. И одна у нас, ну что-то она как-то больше выглядит. Ну, в общем, как вот сейчас закололось сейчас очень хорошо, и мы с тобой будем отзеркаливать на другую сторону с помощью вот этих вот полосочек, которые там есть. Вот, вот так. Мы сначала одну заложили и чуть-чуть сместили вторую. Так же самое зеркальное мы сейчас будем делать с другой стороны. И мы вот так вот вывернули. И посмотрели, что нас очень даже устраивает. А вторая будет вот так же самое вот так приходить. Да, вот эта складка. То есть зеркальная такая. Будет очень даже хорошо. Вот, сейчас мы будем полосочки здесь совмещать. Чтобы вот эта белая пришла в это же место. И в таком же количестве. А потом мы на верлоке раз и все с тобой прострочим. Сейчас я буду смотреть. Значит, мне от этой тут хорошо хоть вот эти зеркальные идут. А, не, не зеркальные. Тут не зеркальные. Зеркальные, слава богу. Вот, да. Только не так. А, видишь, тут синяя полоса. Видишь? Там рыжая, а здесь синяя. Ну, неважно. Мы сейчас можем вот эти расстояния примерить. Сколько у нас здесь? Где-то 1,3. В общем, как мы вот сюда накалываем. Сейчас вот этот центр уберу. Тоже наберу. Да, центр уберу. Чтобы четко к этой надсечке сейчас вот сюда вот прийти. И вот тут уже даже больше. Ага, вот. Даже половинка там голубая, там синяя. Как раз по ходу вот по вот этой вот. Вот это у нас должна быть с тобой первая складка, да? Чтобы у нас на одинаковом расстоянии белая часть начиналась, да? А теперь вторая часть. Да? Одинаково. Можно тут и миллиметрами промерять. Ой, смотри, пожалуйста. Ну, вот 1,2. 2,4. Да. 1,2 и здесь 1,2. Отлично. А теперь вот эту так же саму, не доходя до, да, вот ровно 2 сантиметра. Ага, вот мне сейчас и легче будет. Сейчас я вот тут закалываю на 2 сантиметра. И теперь вот сюда у меня должна быть вторая складка прийти. Так, вот тут кто-то что-то нам тут не дорезал. Мы же все сейчас припуски будем устаканить. Я не знаю, чьи это ножницы. Мы тут взялись. Да, вот если видишь еще какие-то погрешности такие, тут же их вот так вот обрезай. А теперь мы выворачиваем вот сюда. Сейчас мы все увидим с другой стороны. Потому что мне же надо тоже получить вот эту. Видишь, вот это лишнее. Сейчас у нас и уходят в эту складку. А мы еще должны были белую полосу куда-то. А, у нас уже... А, вот эту мне надо теперь отзеркалить белую полосу. Вот она. Давай идти от бокового. Вот отсюда до начала белой полосы. Чтобы хоть как-то зазеркалить. 11 сантиметров. И так же само мы ее делаем вот с этой стороны. Только от бокового. Не от этого шва. А от бокового. Так, вот. Да, ничего не натягивая желательно. Мы же там тоже не очень-то натягиваем. Вот, да. Вот эта точка. И начало вот этой вот. Видишь, полосы. Вот мы сюда вот ставим. Да? И фиксируем булавкой. А-а-а, ты что-то умерла? А это вот аккуратненько припосадим. В итоге. Получается, что так. Но это если я правильно там все сделала. Давай я перекреперю себя. Что-то больше припосадки, чем с той стороны. Хотя у нас одинаковые половинки. Ну, давай сейчас вот так приставим. Может, я что-то там не поняла? О, молодец. Нет, ровно. Видишь? Застегиваем теперь. Да? Ну. Мам, ревни. Точно, мам. Да? Ну, вот белые полосы совпали. Значит, это все припосадка. У нас другого выхода нет. Так, сейчас давай вот эту вот. Обрежем часть. Так, вот так, да? Ну, вот. Оно, в принципе, вот просто растянулось, да? С другой стороны. Так вот, накалываем. Конечно, с трикотажем, когда его припосадить, вообще милое дело. Он так хорошо припосадивается. Одно относительно другого. Это не костюм на плательный ассортимент в точную руку. Когда мы гоняем окат рукава. Здесь все очень, все очень даже беспроблемно с какой-то стороны. Так, ну, вот так вот сейчас с тобой. Вот так вот. Тоже загорачиваем. Вот это припнули. Казалось, там какая-то посадка. Да ничего нет. Просто когда взяли булавки в руки, сразу как-то все стало на место. А теперь смотри вот эту часть. Вот одна у нас выточка уже есть. Она верхняя. Да? А теперь под низ вот сюда нам нужно... Вот, это все туда спихнуть. Да? Вот это вот все. Ну, так, чтобы тоже у нас... Вот так вот. Все должно совпадать. В общем, полосочка на полосу. Клеточкой погоняет. Знаешь, как говорится. Так, а теперь вот это вот, по идее, должно все очень ровно прийти. Так, и мы зеркали. Мы смотрим, что мы вот так ее должны будем привести вот сюда. Все лишнее. Ой, даже очень хорошо все поменилось. Остановимся. Главное внимание вот сюда на белую оно идет. Сейчас мы посмотрим. Вывернем. И перед тем, как обметывать, посмотрим, как оно... Так, и вот так вот сейчас мы ее приведем, да? Можешь даже ее доколоть вот так вот. Да? И вот так вот. Вот она. Сама вот сюда вот пришла. Вот она. Вот. У ко мне надо вот этой метки. А все остальное мы заворачиваем. Сейчас я тут попросу. Грубо говоря, на 2 сантиметра, да, по-моему, от вот этой надсечки. А вот, видишь, все очень даже ровно пришло, да? Сейчас посмотрю еще раз. То есть вы вот всегда, когда будете заниматься отзеркаливанием, вы всегда все будет очень хорошо получаться. Даже чуть-чуть дальше еще, да? У нас все дела делаются сразу. С ребенком играемся. И вот так вот. Ну, извините, не успеваем дверь даже закрыть. Только было важное вот это. Ну, вы смотрите, пожалуйста, что сейчас я делаю руками. Это самое важное. Если что, можете звук выключить. Вот, видишь. Сейчас мы это отзеркаливаем, накалываем. Здесь неровные концы. Вот это надо все-таки нам перед тем, как, чтобы просмотреть и ровно обрезать вверх по полосочкам. Потому что оно вот так вот. И вот так вот получается, да? А теперь выворачиваем на лицо и смотрим, какая красота нас ждет. Вот она, какая наша красота. Видишь, тут они неровные, эти полоски. Ну, хотя бы белые тут у нас. Хотя бы. Видишь, что-то она так завалилась там, так она завалилась. Ну, вот мы подстраивались уже под белые полоски. Здесь я проверяла. Вверху вот тут совпадение было вот этих вот. А здесь уже как повезет. Потому что они не везде зеркальные были. Да? Или как тут шло? Тут тоже не видишь, что тонкая розовая. Здесь тонкая розовая, здесь толстая розовая пришла. Ну, это вот не одинаковая полосочка. Так. Что у нас тут еще? Ну, у нас других вариантов нет. Ты видела? Замечательно. Ну, будет вот так. Это они замечательно. Так. Все, теперь мы с тобой накалываем по кругу и идем на оверлок. Только очень аккуратно. А закладываем сейчас общие складочки или нет? Нет, нет. Ты сейчас просто обметай. Мы их заложим, потому что ты потом увеличишься. И ты, может, тебе надо будет... Нет, нет. Ты увеличишься, а потом надо будет их расшить и заново их заложить. Может, и дискомфортно. Или будет давить под грудью там, или еще что-то. Вот. Поняла? Поэтому они такие многофункциональные. Больше, меньше их можно будет закладывать. Нашли. Убираете все булавки. Кроме случая, туда запихиваете. Что-то расколем. У нас опять не совпадет наша полосочка и клетка. Здесь вот так поднимаем, помогаем ему зайти на эту высоту. Сейчас буду очень стараться, чтобы у меня булавки не попали в иголки. Видишь, ему очень сложно. Вот так каждый шаг желательно что-то хотя бы видим, убираем. Но когда уже почти на миллиметрик дошли. Ой, ай-яй-яй. Вот это вот то самое, что вот сейчас переколем, поубираем вот эти булавки. Ничего страшного. Сейчас вот прямо не выключаю. Такое может случиться всем. Что-то выглазкинула? Да, чуть-чуть сломалась. Попала на иголку. Пауза. Берем нашу вот эту вот иголку. Ой, эту отвертку. Отвинчиваем. Вытаскиваем. Только аккуратно, не строчим ничего, да? Ну и ставим еще одну такую жиголку. Последнюю девяноску. Хорошую. Так, да. И вот так вот ставим. И там, видишь, я ногтем придерживаю за рядушку вот эту вот рытвинку между... Внутри самой булавки, ну этой иголки. Да? И закручиваю. Так. Да? Закрутили. Можем еще раз здесь пройтись оверлаком. А можем сейчас выйти... Ой, извините, из-за верлака. Я сейчас прощупаю и нижние все булавки поубираю. Чтобы у нас булавки были только с той стороны, с которой мы и строчим. Потому что как только они там внутри, вот такое у вас будет ждать всегда. Значит, что я могу сейчас делать? Потому что я сейчас вряд ли смогу их там везде. Здесь я подняла, убрала. Да? Придержу. Да? Дальше там начинаем дальше. Потому что я могла бы сейчас оставить, но тут была бы дырка. Нам она совершенно не нужна. Здесь мы уже зафиксировали. Здесь мы убираем булавку. Вон там еще внутри булавка. Сейчас я подлезу вот так вот внутрь ткани. Вот она там. Там даже их несколько. Вот одна. Вот вторая. Третья. И всех сюда переносим. Вот так сюда можете прощупать, где они есть и где их нету. Нужна, но мы ее сейчас вот так поставим. Видишь, это внутри где-то там. Наверное. Нет, они вообще с другой стороны. То есть вот так прощупываем, убираем, убираем, убираем. Фиксируем с этой стороны. Еще там есть. Сейчас вот с этой стороны прощупываю. Вроде нигде нет. Значит, где-то здесь, между тканями. Тут. Вот еще ее где-то надо найти. По ощущениям, вот тут только одна булавка. Одна, одна, одна. Да? Эти булавки у нас стоят рядышком. Мы их сюда скидываем. И заходим тут вот сбоку, да? Мы обычно вот так начинаем. Смотрим, чтобы там ничего лишнего. Ей будет очень сложно находить на вот эту толстоту. Вот от прижимки лапки вот этой зависит. Но она, в принципе, в норме. Поэтому не стоит здесь ее сильно часто как-то... Видишь, я поднимаю и туда как задвигаю. Еще до булавок далеко. Но они тут, вот эти иголки, нигде не касаются. Не будут касаться ножа. Потому что если я сейчас раскалю, мне может что-то сместиться. Наша геометрия может не получиться. Видишь? Только я перешла какой-то момент. И без напряжения должно лежать, да? Так. Убираем. Поднимаем. Убираем. И все просто так. Ай, вот это можно было не убирать. Ладно, это, в принципе, спуск уже можно. На подъеме нельзя. И все. Мы теперь выехали на обыкновенную прямую. Обязательно смотри это видео. Обязательно. Потому что вот. Видишь? Все хорошо получилось. А это потом заправим, естественно. Помнишь, как круговые завершать, да? Померили. Обрезали длину лишнее. Четко мы обрезали по нашей полосочке. Из этого куска, который остался, мы сделаем еще тебе поясочек. Вот. Ну и нашей любимой доченьке. Потом тоже что-нибудь придумаем. Обязательно. Так. Значит, что мы делаем? Вот эта передняя сторона. Я померила, что по 7 сантиметров. И начинается складка. Ага. Или по вот этой вот линии. Видишь? Вот эта. Вот. Линия. Ну, какая-то геометрия. И здесь тоже самое. Давай. А здесь вот тоже самое. Вот эта линия. А теперь у меня там внутренняя часть самой складки была по 3 сантиметра. Итого я сейчас 6 сантиметров отмечаю. Ну, вот уже вот. 6. И одну точку к другой точке буду приставлять. И здесь тоже самое сделаю. Одну к другой. Ну, только, видишь, мне придется здесь вот геометрию совпустили. Да? Тут чуть-чуть больше я захочу. В итоге оно видно не будет. Ну, тогда и здесь можно чуть-чуть дальше. Чтобы не половинка вот этой вот клеточки. Наша геометрия полная. И берем булавочки. У тебя долго у нас проходили. Так. И берем вот так вот. Алиэ. Сейчас мы это все делаем. Можно это делать и на бумагу. Ну, в смысле, подкладывать туда что-то. Только смотри, чтобы ты... Ну, тут еще какие-то были метки, чтобы мы их не потеряли. То есть мы берем вот эту вот часть. Можно даже лучше вот так вот наколоть. Чтобы было видно, что к чему прикалывать. И сейчас посмотрим, куда выбивает шов. Наверное, нет, все-таки. Ага, вот здесь шов вверх выбивает. А этот вниз, вот это фиолетовое, вниз туда выбивает. Ну, давай тогда будем подстраиваться под вот это вот шов. Тут большое сложение ткани, оно выбивает вверх. Значит, припуск вверх тогда выкладываем. Вот, видите, вот так делаем. И вот теперь мне легче взять вот эту складочку вместе. Мы их решили, что они вот так вот будут все-таки ревцом. Ну, как бы загибаться к переду. Вот очень красиво оно получалось, да? Угу. Да. Вот. И мы вот так сейчас с тобой... Вот так вот школьим. Вот. А там сейчас дальше, как она будет выкладываться с другой стороны. Ну, сейчас ее... Можно это и на машинке прошивать, а можно и вручную, как мы сейчас с тобой сделаем. Я сейчас тебе намечу абсолютно все, а потом покажу, как делать. У нас спереди такая складочка и сзади такая складочка, да? Здесь тоже давай припуск вверх, да? И вот так вот прокалываем. Вот так лучше будет, если ее вот так пересечете. Не просто в колите, оно сейчас будет выгибаться. А здесь вот так вот. А видно, да? Там видно? Вот тоже припуск вверх. Оп, оп, оп. Вот. И теперь одну складочку к другой складочке. Вот. Оп. Вторую часть мы тоже фиксируем, чтобы она не болталась там как-то. А мы ее сразу же заворачиваем в нужную нам сторону. Мы же, естественно, в готовом виде все покажем, как будет. Так что, надеюсь. Да? И вот эти две складки, ну, вот эти булавки можно убирать, а можно пока оставить, чтобы у нас не было. Главное, чтобы было одинаково, зеркально. То же самое мы делаем сзади. Это центр спинки. Вот это вот самый-самый центр. Я смотрела, что нам здесь красиво, когда вот эти вот складочки на пять с половиной будут заходить. Ну, то есть, вот, считай, по вот эту вот зелененькую, ну, синенькую, да? И мы с тобой тогда вот так вот ставим булавочку. Тоже давай вверх этот припуск переместим. Вот сразу же, да? Мы решили так. Значит, первая булавка вот так стоит. И зеркалим на другую сторону тоже наши пять с половиной сантиметров. Ну, здесь полосочки у нас же тут везде, они разные, поэтому посередине вот этой вот красной, получается, может. Вот так, оп, да? Итого 11 сантиметров. И теперь 6 сантиметров в эту сторону. Там я посмотрела, одинаковое расстояние нужно было. А, ну, вот оно, четко под полосочку. Вот. И начинаем складывать тоже все к центру. Это оно как-то очень миленько смотрелось. И вот здесь вот эти все припуски вверх тоже. Вот так вот, да, туда заворачиваешь. Они там не перекидывались там, не перебались там. Оп. И вот здесь тоже. Вот так. Ну, давай я там пока оставлю эти булавки. Вот. Сейчас тут чуть-чуть ручной работы. И на распошивалке горловина, рукава и вниз. И все у нас готово. Так, 6 сантиметров у нас тоже здесь будет посерединке вот этой вот синенькой полосочки. И тоже вот так. Оп. А они тебя-то тоже скоро ждет. Да. Так, тут тоже эти припуски все наверх. Ну, сейчас вот я тебе и покажу, как мы с тобой будем все это дело сшивать. Так, ну, можем и сзади. Можно в один, ну, лучше, наверное. Нет, ты знаешь, лучше, наверное, чтобы было меньше швов и прочнее. Давай мы сделаем это самое. Две нитки. И четко в цвет. Дожми, паузу. Вот, мы нашей доченьке уже вот юбочку сделали. Нарезайся. Да, вон какая прелесть. Сверху не подшивать ничего, оставить вот такой рюшек. Ага, да, да. Значит, вот здесь, смотри, я просто спрячу сейчас вот этот вот узелок. Можно с изнанки, а можно вот, смотри, я тут в складку вот сюда я его прячу. Вот, куда-то там мы его сейчас спрячем. И сейчас вот будем вот так насквозь вот так вот прошивать. Главное, чтобы он с лица, ну, и с изнанки тоже, чтобы он ровненько и красивенько было. Вот она, видишь, в начале. Вот, сейчас здесь в коле. Вот, начинаются какие-то передвижки какие-то. Ну, такая кропотливая работа. Вот, одну сделаешь, а можно, в принципе, все остальное дома. Видишь, главное, чтобы совместился край. Но здесь вот так вот, вот, к самый край не веди. Веди обязательно на миллиметр, не доколи. Потому что может дырка потом быть. Да, вот обязательно за вот этот вот один миллиметр не дойди. И опять сюда. Вот в эту часть. И вот, как бы, прошиваем вот эти два стежка, ну, раза три-четыре. А потом закрепочку делаем. И между тканями. Сейчас я тебе все это покажу. Сначала в обязательном порядке вот это делаем. А потом ту я тебе покажу. Там легче будет со второй стороной. Будет легче. Потому что вот эти вот, ну, не больше, то есть не меньше миллиметра делайте стежки. То потом, если надо будет передвинуть, когда ты увеличишься, то это, ну, дырки могут быть. То есть такие по два миллиметра минимум стежки у тебя должны быть. Сейчас я посмотрю, может быть, я не права, что я... Да, 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 на миллиметр не надо вот так заходить. На миллиметр не доходим. Вот так. И сюда. Да, двойной ниткой в обязательном порядке меньше будете делать этих стежков. Потому что можно на машинке, но можно там не попасть вот в этот шовчик. Сейчас вот этот последний стежок и пойдем крепить вторую часть, но с другой стороны. И вот сюда в последний раз вкалываем и протаскиваем на другую сторону. Видишь, вот оно постоянно здесь надо наблюдить, чтобы оно все время куда-то пытается убежать, вот эта вот иголка. Дальше, ближе, а ты стройся всегда под, ну, под оверлоком и ровно в шов, да? Получается лицевой я в шов или чуть-чуть? Нет, ровно в шов. А вот теперь, смотри, можно и убрать вот эту булавку, просто это чего я оставила, чтобы ты видела, куда надо класть его. Вот, и вот здесь вот так вот мы сейчас тут просто кончик, ну, направление этой вытачки, как бы, вытачки-складочки промеряем. Здесь можно и так, можно протащить, но можно и так, чтобы она, ну, вот. Получается, фиксируется в начале и в конце она. Да, сначала ты в начале, а потом в конце, вот она, как ложится, только чтобы там без напуска, без ничего, и просто вот так вот, вот так вот подшиваешь ее. Вот здесь можно, здесь попроще, главное направление вот это вот зафиксировать, но тоже, чтобы не насквозь это было, не супер там затягивай, просто вот это направление. Вот, и можно еще чуть-чуть вот здесь, вот так, ну, для дополнительного удержания. Получается, сзади мы на лицевую не пробиваем, а только... Нет, да, не пробиваем. Если что, то спросишь еще раз, тебе еще раз покажу. Ну, должно быть все очень красиво, качественно и незаметно. Да, вот, в принципе, вот после вот этого мы можем с тобой между тканями протаскивать сантиметрика два, и только после этого обрезать. Хорошо? Смотри, вот эти новые режики, они промасленные, их надо протереть и выбросить вот эту вот, ну, или как-то внутри протереть. Видишь, там вот гуляет масло. Будет белая ткань, может идти каким-нибудь там масляным. То есть вот, возьми, протри, а вот и ножны выброси. Выброси. И вот смотри, как у нас получается. Вот, одна у нас держится, смотри, чтобы я с ней не делала, здесь идеально оно совпало, а там оно удерживается. Хорошо? Теперь вот эту делай. Вот все вот три. Потом смотри, что тебе дальше надо будет сделать. Тебе надо будет вот этот шовчик ровно брать и на сантиметрик загибать по кругу. А вот, по-моему, хотели еще подраспустить что-то такое было. Сантиметрика это к два. Хотя, в общем-то, сейчас тебе хотелось распустить. Но оно тяжелое было. Давай хотя бы сантиметрик все-таки тебе сниму. Вот таким образом, в подмышках. Вытягиваем. Вот так вот, да? И завязываем. Вот это вот. Вот на сантиметрик хорошо. Оно падает еще. Вот, завязали между собой. И протянули в обязательном порядке эту нитку. Ну, два-три раза. Сейчас тебе вторую сторону сделаю. Сейчас ты ее тоже вправишь, да? На одинаковом уровне вот так обрезали. И большим ушком протягиваем ее вот тут между тканями сюда вниз. А потом мы что делаем? Мы берем и так ровно на сантиметрик. Это ж лицо верлока, да? И вот так ровно на сантиметрик по кругу наметываем. Там, где у нас вот эти вот швы плечевые или боковые, пожалуйста, два раза на одном месте. То же самое делаем горловинку. Только смотри, чтобы в одинаковое положение у тебя был заутюженный вот этот шовчик, да? Тоже очень аккуратно. Завяжи их. Ну, что сможешь завязать. Хорошо? И даже вот так вот. Ну, в общем, тут даже и хорошо, что так мы можем легче будет выкладывать. И тут тоже ровно на сантиметрик наметываешь. И тогда давай померяем. Хорошо? Насчет длины. Правы мы, не правы? Или можешь даже сначала сделать вот эти выточки, подшить и померять длину. Мы посмотрим, все ли окей. Наш поясочек. То есть вот эти две линии, они у нас основные. Да, вот это вот и вот это вот. А вот здесь по бокам ровно на 0,7. Пожалуйста, мне вот так наметь и обрежь по кругу. Или вот сейчас я тебе начну. С одной стороны и с другой стороны. Пока один поясочек, и мы посмотрим, чтобы вот так, на 0,7. Если совсем с глазомером, ага, вот, отлично. Видишь, вот. Тут полосочка, вот по ней прямо можно будет резать. А с этой стороны, ну, постарайся 0,7 резать. Сантиметр многовато. Так, чтобы мы могли... Ага, тут можно какие-то две полосы. Ну, в общем, либо намечай пунктиром. Хорошо? Если глазомер не того, это... Да, потому что мы потом, когда сошьем, у нас будет... Можно пояс на темную или на светлую сторону. Ну, типа, да. Пока вот по кругу один сделаем. Мы сейчас посмотрим. Ага, походи? Да. Распарывай, потому что нам все равно не надо. Это волшебные складочки. Мы их захватили, а они как двойными стали. И вон как оно красиво. А ну, спинкой повернись. И поедешь. Ага. А тут такого эффекта нет из-за груди. Но здесь оно тоже очень красиво вот так выкладывается. Можно оставить. А спереди совершенно другой эффект. Тут я такого еще не встречала. Первый раз такие эффекты вижу, что такая двойная складочка. И очень красиво, миленько смотрится. Особенно в зеркале. Ну, и так тоже на тебя смотрю. Тоже красиво. Наш боковой. Мы уже хотели было заправлять вот сюда нитки. А потом я посмотрела. У нас же совершенно прямая линия здесь. Мы сейчас здесь специально подпарываем. И убираем ее, чтобы наметать на сантиметрик. И сначала мы прострочим вот так вот на распашивалке. А потом мы вот это дело все вот так вместе сошьем. Да? То есть у нас сначала вот это обрабатывается на распашивалке. А потом боковой шов. А эту линию я наметила. Это с какого места нам потом нужно будет вот так верлоком начинать сострачивать. Вот это я сейчас специально все обрезаю. Для того, чтобы нам можно было легче прострочить на распашивалке. Потому что видишь, она имеет такую вогу, ну как бы такую не прямую линию совсем, а такую под углом. Под углом нам потом там легко будет это сделать все. Сейчас распарываем и наметываем на сантиметрик. Еще раз тебе напоминаю, что где у нас швы вот эти вот плечевой, здесь на одном месте два раза фиксирую. Хорошо? Потому что очень сложно будет распашивалке удержать. Сейчас я сразу вот так сниму вот это вот все. Ну, в острую линию вот эту. Чтобы ты ровно на сантиметрик от края наметывала. Хорошо? Ну вот, давай. Когда скалываешь пояс, ты в том числе и совмещаешь вот эти вот клеточки. Видишь, вот так. Вот, обязательно прячь. А то тоже все у того и этого нарушится. Видишь, вот так. Они все-таки видны. Значит, смотри. У нас мы подогнули. И у нас получается наметанный край ровно до вот этой линии. Значит, мы ставим нашу распаршивалку. Сейчас посмотрим, как. Не под край. А ставим ее таким образом. что у нас вот эта иголка и вот эта вот душка ровно по вот эту вот линию. И ни в коем случае не со шва мы начинаем. И просто ты все время смотришь, что вот эта вот направительная линия четко по вот этой линии идет, полоски по ткани. Ну и наша иголка там, ну вообще все время вот сюда смотри. Ну, в крайнем случае, если туда взгляд упадет, то и иголка должна идти тоже по вот этой вот линии. Ну, прежде всего, это вот эта линия вот сюда. И начинаем дальше строчить. Все. Что-то не порвалось. Сейчас посмотрю. А, порвалось. Ты знаешь, порвалась нитка. Давай какие-то все-таки дартаки поставим. Потому что и оверлок отказался. Видишь, он пришел на... Строчила, строчила. Давай мы сейчас что-нибудь у меня поищем. Хорошо? Распарываем мы каким образом? Вот так вот. Просто надрезаешь вот так вот. Сейчас я тебе дам коробочку и ты поищи. Хорошо? Там цвет. Тут можно любой из трех вот этих цветов. Только дартаки, чтобы были. Потому что это инкогнито, оно... Ну, ты ж, что-то не хочет. Видишь, инкогнито. Там, где нигде ничего не написано. Хорошо? Вот мы с тобой начинаем обметывать... Ой, обметывать... Прострачивать на распоршивалке. Вот мы до вот этого вот... Видишь, слабенько немножко. Ровно до вот этой вот полоски. Мы наметали. Теперь мы вот так ставим нашу распоршивалку. И ставим ее на всякий случай вот так. Чтобы вот эта вот душка была ровно вот тут посередине вот этой. Потому что, ну, на самом деле, я бы хотела бы ровно бы по краю пройти вот этой иголкой. Ровно вот сюда, чтобы вот эта часть была. Но может выступать в каких-то моментах. Ну, или давай попробуем. Давай попробуем. Ты же до этой линии наметывала. Давай сейчас попробуем. Не надо, не надо. Не надо. А, тут у нас переехала. У нас переехала. Чуть-чуть свести. Сейчас я посмотрю, что тут происходит. Если что... Видишь, у нас вот это смещение, которое мы не переделывали. Вот оно вот сейчас тут. Конечно, ничего хорошего не сделает. Так. Вот здесь я помогаю. Поднимаю, приподнимаю. Видишь, оно будет растягивать. Ему надо помочь заехать. Ну, очень-очень сложно заехать. И вот здесь, на вот этих швах я вам рекомендую слегка подтягивать. На любых вот этих вот швах. Оно тогда ровно проходит. Нету вот такой вот волны. Видишь, как оно растягивает. Дальше легче будет идти. Все, теперь должно быть полосу. Сейчас все зависит от того, как ты не металжка. У меня слабенько было. Ну, это нормально. То есть вот это вот душка. Напротив вот этого. Ну, еще ничего не прошли. Ну, по крайней мере, мы прошли внутри. И здесь тоже. То есть тут зависит от того, как ты металл изначально. Вот эти можно будет нитки сейчас срезать. И по кругу мы в этот же круг придем. Хорошо. Так, ну, давай по кругу езжай. Вот мы тут сейчас чуть-чуть и дойдем. Так хорошо, что у тебя тут полосочки. Прям вообще. Ага, вот. Вот оно. И мы так же самое сейчас сюда заезжаем. Четко вот эта полосочка вот сюда мы смотрим. Вот так вот. И заезжаем. А дополнительно сейчас еще вот там, где иголки будут смотреть. Так, ну, вот оно началось. Ничего не нашло. Ничего не нашло. Вот. Вот теперь я перешла. Все. Вот мы перешли по вот этим вот душка. Вот так. Отодвигаем. Отписываем. И лишнее все тоже. И отсюда, в том числе, вот так две нитки убираем. Пойди. Ну, должно у тебя все перетянуться. Вот все. Ну, у тебя перетянулось. Теперь ты... Видишь, переход мы сделали это на сантиметре. Их надо завязать три раза. И под ниточкой минимум два сантиметра проснуть. Все. Больше ничего не надо. Теперь давай лифом заниматься. А, ты решила так. Мы же с тобой... Хочешь фиолетовые? Хорошо. Давай, сейчас вставляй фиолетовые нитки. Я сейчас тебе... Ну, то же самое нужно будет делать. Только смотри. Нужно будет нам здесь... Сейчас я тут уберу какую-то нитку. Вот. Секрю, чтобы они не мешали. Мы тут еще до застрочим с тобой. Мы сейчас просто с тобой вот так ставим распошивалку. Вот так вот. И мы будем с тобой строчить, чтобы вот эта сама распошивалка была четко на вот этом крае. Может даже и меньше, потому что у тебя тут меньше сантиметра идет. А мне надо было, чтобы был сантиметр. Ну, ладно. В общем, вставляй нитки тогда. И сейчас я... Сантиметр. Нам с тобой легче. Но здесь у нас почти 0,7. Сейчас посмотрим. Когда один сантиметр я четко под край вот этой лапки становлю, вообще все замечательно. Оно строчит. Естественно, не спереди начинаем, не со шва начинаем, а где-то вот так вот сбоку. Если надо, вот так подтягиваем эту ниточку, чтобы менее слабый был вот этот шовчик. И ничего не тянем, когда идем. Смотрю, захватывается. Переставляем. Ой, ну нормально. Все хорошо. Смотри. Посерединке между обмет, ну вот это вот переплетением идет наш припуск. Нормально. Все хорошо. Здесь всегда смотри только вот сюда. Чтобы ткань даже, ну вот, была впритык даже на миллиметр, чтобы не выходила. Ну вот так по кругу, по кругу идем, потому что спереди будет идти более круглая линия. Еще помедленнее пойдешь. Хорошо. Сейчас буквально полчаса, и у тебя все готово. Если тебе вот этот вот пройду, плечевой, он сейчас будет подзастревать, сейчас надо будет помогать. Вот, хорошо заходит. Ну, еще нормально идет. Ну, еще нормально идет. Чтобы он не катался вот этот припуск подшитый. Он провисает и начинает уплывать еще больше. И вот так вот нажали, на себя вот этот рычажок потянули. Поднимаем лапку. И оно легко, легко, легко теперь все выходит. Спокойно и легко. Ну, тоже перетягиваем эти ниточки с тобой. Вот тут две нитки надо будет. Аккуратненько сюда перенести. Закрепить. Ну, что так вот. И протянуть. Хорошо. И так же самое мы сейчас делаем с тобой вот эти вот рукавчики. Хорошо. Все. А это вот вот так. Все обратно поставили, закрыли и опять начали дальше шить. Наша чудесная пластичка получилась. Теперь попрокручивайся, попроворачивайся. То есть мы даже решили, что мы, наверное, даже и без пояска сейчас сможем. То есть мы за месяц очень хорошо выросли в животике. Наша линия, которая оказалась почти на талии, уже почти под грудью. Я думаю, что через месяц еще выше она станет. И точно будет под грудью, наша нужна или нет. И что наш вот этот вот поясочек нам сейчас даже не очень-то и нужен. Ну, молодец. Красиво очень. Желаем тебе всего самого лучшего, в общем. Легких родов и всего остального. В общем, дойти вам, дорасти там спокойненько. И хорошо, благополучно выйти. На счастье всем. И нам в том числе.